У Гомельскими гарвыконками принято решение, которое тишится организацией харчевания во установах эдукации. У приватности плануется усмотнить контроль за ожитивлением закупок продуктов для дошкольных установ, укомплектовать все детские сады и школы города медицинскими работниками, которые будут контролировать якость харчевания, а так само провести анкетование наученцев на конных перовах. Для того, чтобы ознайомиться с реальной ситуацией, наши корреспонденты наведали несколько школ Гомеля. Все не только в гомельских школах, что день харчевания отрымливают около 50 тысяч человек. Еще маль 23 тысячи порций рыхтуются для выхованцев детских садов. Процесс находится под постоянным контролем санитарных службов. Только в этом научном году специалисты городского центра гигиены и эпидемиологии проверили около 50 школ. Порушение, которое выявляется наибольш часто, – невыконание нормы ухарчевания и технологии приготовления особных страв, у некоторых установок принимали продукты без документов, которые подтверждают их якость и безопасность. Но с правдой грубых порушений, которые могут оказать негативный вплыв на здоровье наученцев, в последний час не выявляется. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, такие как несоблюдение режима уборки помещения, нарушения примытья использования деформированной посуды. По всем фактам выдаются рекомендации об устранении нарушений. Разом с тем, все больше видовочным становится тот факт, что схему организации школьного хорчевания необходимо изменять, начиная от перегляда ассортимент продуктов для приготовления страв. У якости, например, крабовые палочки, которые активно используются в школьных столовых. Медики-перакананы – некоторые хорчевые добавки, которые поддерживаются в этом продукте, могут вызвать аллергию, и обвострить хроничные захворения. Инша справа, что далека не во всех установах адукации есть медики, які повинны контролювать, як и страв. Вырешить гэтую проблему гомельские гарвы конкам дарушу центральной городской дитячей поликлиницы. Еще одно актуальное питание – некоторые продукты на детьми практически не запотребованные, и часто оказываются сярод отходов. Их дарыши школа не може реализовывать и вымушена после специальной апрацовки выкидывать у звычайные контейнеры для сметя. Размова идя верагодно об сотнях килограммов харшовых отходов, при том, что продукты набывались за бюджетные сродки. У Министерства адвокации об этой проблеме ведают. Не выключено, что в наступном годе у законодавства будут унесены необходные поправки. Будут перегляджены и сами нормы харшевания школьников. Затвержены 10 годы тому. Сёня яны явно состарели. К сожалению, последние десятилетия нормы не были пересмотрены. И в настоящее время Министерство образования, здравоохранения знают эту проблему. И к концу 2020 года приблизительно эти нормы должны быть пересмотрены.